Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Агабешия и в начале коротко о некоторых темах выпуска. На сочинском авторынке сгорело 8 машин. Пожар охватил 600 квадратных метров ангара. Очередной новогодний презент. Сегодня на КСМе торжественно открыли новый сквер. За благоустройство этой территории голосовали сами жители. Уроки в 10-й сочинской школе сегодня отменил Дед Мороз, он же директор образовательного учреждения. Там прошла новогодняя квест-ярмарка. В Сочи откроется школа единоборств. Об этом сочинским боксерам рассказал голова города. Третья спортшкола сегодня подвела итоги за год. Сегодня утром в Сочи произошел крупный пожар. На городском авторынке сгорело 8 машин. На транспортной пламя охватило один из боксов. 5 автомобилей выгорело полностью. 3, в том числе автобус, пострадали. Уничтожены не только машины, которые находились внутри ангара, но и стоящие рядом. Пожар полыхал с половины восьмого и практически до 9 утра. Общая площадь пожара 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания и ущерб пока не установлены. Этим займется исследовательская пожарная лаборатория. Она выехала из Краснодара в Сочи, сообщил нашему телеканалу заместитель начальника сочинского пожарно-спасателемого гарнизона Алексей Золотаус. В эти дни и на время зимних каникул все службы переходят на усиленный режим работы, в том числе все социальные. Такое поручение дала вице-губернатор Кубани. Анна Менькова провела итоговую краевую комиссию по делам несовершеннолетних. Количество преступлений, совершенных подростками в этом году снизилось на 9%. Отдельная тема – пропаганда насилия в интернете. Вредные ролики с помощью репостов и лайков распространяются среди подростков со скоростью света. Поэтому задача тех, кто работает с детьми – предложить альтернативу досугу в сети. Как бы эффективно мы с вами не работали, тем не менее сегодня в молодежной среде продолжают подогреваться интерес к агрессии, к оружию, к убийствам, к вандализму. В первую очередь, конечно, в социальных сетях. Если отвечать на вопрос, чем мы можем противостоять тому, что сегодня происходит в интернете, только постоянная занятость детей, придумывание таких форм досуга, чтобы им было по-настоящему интересно. Посмотрите на такую форму, как кванториум. Подумайте, пусть дети будут, сидят у компьютера, но они там должны сидеть с другой целью, чтобы научиться создавать роботов, для того, чтобы научиться создавать какие-то конкретные технологические продукты. Это сегодня им действительно интересно. Подумайте, как это развить на своих территориях. Но дети должны быть у нас вовлечены не в криминальные структуры, а вовлечены в реальную интересную работу. Большой город – это или маленький населенный пункт? Везде у подростков должен быть выбор – кружки по интересам, досуговые клубы и спортивные секции. Не ставят для себя задачу спорта высоких достижений, а именно вообще знакомство со спортом. То есть мы вполне, уважаемые коллеги, допускаем и переходы из группы в группу детей, потому что ребенок должен себя попробовать во всех видах спорта, выбрать для себя наиболее приемлемо и им заниматься. Особое внимание стоит уделить и детям, стоящим на различных видах учета, отметила Анна Менькова. В период новогодних праздников социальные службы будут навещать неблагополучные семьи. Помимо занятости несовершеннолетних, проверят и пожарную безопасность жилища. 120 миллионов рублей за потерянный урожай. Министерство сельского хозяйства России компенсировало кубанским аграриям убытки, полученные в результате летнего града. Для Краснодарского края это ощутимая поддержка, заявил глава региона Вениамин Кондратьев. В июне из-за непогоды серьезно пострадали сразу несколько районов Кубани. Мы не оставили аграриев один на один с их бедой. Край взял на контроль вопросы помощи в восстановительных работах и компенсации за ущерб каждому сельхозпредприятию. Регион инициировал сбор документов у пострадавших, где была указана оценка степени гибели и повреждения урожая. Все данные мы направили в федеральное ведомство и сегодня имеем положительный результат. Помощь получат 96 кубанских сельхозпроизводителей. Выплаты уже начали осуществлять через Краевое министерство сельского хозяйства. Чтобы минимизировать погодные риски, в следующем году в регионе будет действовать программа агрострахования. Предварительно на эти цели направят около 340 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов. Больше 6000 кубанцев отправились служить в армию. Итоги осеннего призыва сегодня обсудил губернатор Краснодарского края и начальник военного комиссариата региона. Сергей Пуляковский доложил Вениамину Кондратьеву, что количество срочников в последнее время сокращается. Сослужить вооруженные силы России все больше отправляются по контракту. Но даже при этом Кубань показала один из лучших результатов по числу призывников среди всех регионов страны. Сергей Константинович, завершается осенний призыв. 28 декабря он будет считаться официально завершенным. Можно уже подводить итоги года в целом по призыву тех призывников, которые призвались с Краснодарского края. Каковы итоги в целом осеннего призыва и призыва этого года. Насколько сегодня мы качественно выполнили поручения министра обороны по призыву. Всегда призывники Краснодарского края были максимально постребованными. Это были ребята очень хорошо подготовленные к службе в журненных силах. Ваша оценка призывной кампании этого года? Как всегда Краснодарский край на ведущих местах Российской Федерации по выполнению наряда. Здесь нужно также говорить и о состоянии здоровья наших призывников. В первую очередь это категория годности А и категория годности Б. То есть это те, кто годны практически без ограничений. Это призываются ребята, конечно, войска специального назначения, воздушно-десантные войска. И в этом году мы призвали 120 спортсменов с Кубани. Это спортивная рота, которая размещается у нас в Адлере. Это молодые люди, которые имеют спортивные звания от кандидата в мастера спорта и выше по олимпийским видам спорта. Также в этом году набрали призывников в 8 научных рот. Они проходят службу в военном инновационном технополисе Эра в Анапе. Всего за этот год в армию отправились 12 тысяч кубанцев. Из них более 600 человек – казаки. А в Сочи за этот год по федеральной программе формирования комфортной городской среды появились 4 новых сквера. Сегодня состоялось торжественное открытие детско-спортивной площадки на КСМ. Всего же на курорте за этот год открылось 7 зон отдыха и 48 детских спортивных площадок. Новый парк на улице Пластунская был открыт еще в ноябре, но частично. Тогда работу по благоустройству строителям не удалось выполнить в полном объеме. В парке были установлены только детские игровые комплексы и тренажеры. А сейчас здесь появилась площадка для воркаута и комфортная зона отдыха. Евгения Повчун видела все этапы строительства сквера. Ее дом находится как раз напротив. Территория преобразилась кардинально, утверждает молодая мама. Я очень рада, что появилась у нас сейчас площадка. Очень красивая, как и для взрослых, так и для детей зона отдыха есть. А раньше здесь был пустырь, то есть здесь не было дороги, здесь ни асфальта, ничего не было. Вот так выглядела эта территория в начале уходящего года. А эти кадры сделаны в октябре, когда начались подготовительные работы по обустройству зоны отдыха. Несмотря на то, что жители сами определили необходимость в ее появлении, на первых этапах строительства они были не очень-то довольны. Опасались, что сквер станет местом притяжения сомнительных компаний. Но в итоге в парке чисто. Теперь здесь есть освещение и установлено видеонаблюдение. А главное, есть где погулять детям и взрослым. Площадка очень хорошая, на ней очень весело, могут поиграть и дети, и потренироваться, взрослые, подростки. Я благодарна администрации города за организацию такого шикарного праздника. Просто душа радуется, что наш мэр города и все такую роскошь подарили нашим внукам, правнукам. Разбить парк в микрорайоне КСМ удалось благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды, которая начала действовать в прошлом году. В начале этого сочинцы подавали в мэрию заявки на обустройство общественной территории. И по результатам голосования во всех районах курорта были определены участки, где появятся скверы. На создание комфортной городской среды в этом году Сочи получил 250 миллионов рублей. Благодаря тем деньгам, которые были выделены федерацией, губернаторам Краснодарского края, мы начали обустройство. Получилось 4 сквера. Это Блинова, это наша набережная на Мацесте, это сквер в самом поселке Лазаревское и, конечно, вот здесь на КСМ. В следующем году планируется открыть еще 4 сквера. На благоустройство только одного выделяется порядка 30 миллионов рублей. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочинские боксеры подводят итоги года. Сегодня со спортсменами, которые за этот год завоевали медали на соревнованиях самого высокого уровня, встретился глава города Анатолий Пахомов. В своем кабинете мэр принимал тренеров и спортсменов третьей спортшколы, которая специализируется на единоборствах. Воспитанники школы в этом году добились выдающихся результатов. Главное из них – золото Анастасии Шамоновой на юношеских Олимпийских играх. Она же стала чемпионкой Европы и мира. В целом, все отделения спортшколы – рукопашный бой, тайский бокс – показали хорошие результаты на международных турнирах. В 2011 году, благодаря решению городского собрания и решению Анатолия Николаевича Пахомова, открылась наша школа. Она включила в себя все единоборства боевые. И оно за семь лет дало большой прогресс. Прогресс в развитии спорта в городе. В третьей спортшколе единоборствами сегодня занимаются более 1400 человек. В городе создана хорошая материально-техническая база для занятий боксом, кикбоксингом, рукопашным боем. В том числе и благодаря этому результаты спортсменов растут с каждым годом. Буквально пять лет назад у нас боксерских залов было всего два. Сейчас, как вы слышали, 38. Естественно, что есть материально-техническая база, есть зал для бокса, есть тренер увлеченный. И, естественно, появляется результат. Анатолий Пахомов рассказал, что уже к марту в Сочи на Виноградной откроют еще одну муниципальную школу единоборств. А на улице Пластунская выделен участок под строительство типового спорткомплекса для смешанных единоборств. А это значит, что количество детей, которые смогут заниматься спортом, увеличится. Сегодня же в городе различные спортивные кружки и секции посещают около 60 тысяч юных сочинцев. Физкультурный центр для людей с ограниченными возможностями здоровья подвел итоги своей работы. Уходящий год оказался плодотворным для спортсменов-инвалидов. Об этом сегодня говорили на встрече с главой города. Мэр отметил, что Паралимпиада дала стимул к активным занятиям сочинских инвалидов. Но еще раньше, в 2011 году, в Сочи для людей с ограниченными возможностями здоровья был открыт Центр физической культуры и спорта. Таким образом, в городе созданы все условия для стабильных занятий спортом. Анатолий Пахомов наградил почетными грамотами победителей российских и международных соревнований. Они принимают участие в турнирах, спортивных фестивалях, спартакиадах. Третий год подряд сочинская команда инвалидов, по слуху, занимает первое место в крае. Дети-инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата становятся призерами и победителями региональных спортивных соревнований. Своим личным примером вы доказываете, что в спорте, как и в жизни, нет никаких ограничений. А иногда вы действительно здоровым, крепким мужикам показываете, что такое жизнь любить и что такое быть целеустремленным, что такое добиваться цели. Это самые важные показатели жизненные. Сочинцы получили призовые места чемпионата Краснодарского края по керлингу на колясках и стали призерами Юга России, чемпионами Сочи по паралимпийской выездке. Такие итоги превзошли все ожидания. Подобных результатов не было долгие годы. Глава города поздравил собравшихся с Новым годом и пообещал, что спортивную инфраструктуру будут год от года только совершенствовать. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 29 декабря в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночи около трех днем 5-7 градусов выше нуля. В торговом центре Сан-Сити уже царит новогоднее настроение. Праздничные скидки до 50%. Они действуют до 31 декабря. Готовьтесь к Новому году вместе с Сан-Сити. Северная 6. Обновите гардероб к новогодним праздникам. В магазине «Дамский каприз» новая коллекция французской фирмы «Эвелин Болеро». Ах, как же утомляет эта новогодняя суета. Мотаться по магазинам, думать, что кому подарить и где это все купить. Хочется, чтобы все было проще. Торговый центр Сан-Сити. Все подарки здесь. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский каприз». Торговая галерея напротив агропрома. Пенсии, дачи и реновация. Россиян в 2019-м ждут нововведения. Уже 1 января в стране вступит в силу целый ряд новых федеральных и региональных законов. Мы подготовили краткий обзор основных законодательных изменений. Итак, с 1 января в России начнут повышать пенсионный возраст. Для женщин до 60 и мужчин до 65 лет. Произойдет это не сразу, а в течение пяти лет. Также пенсионная реформа предусматривает более ранний выход на пенсию для многодетных матерей, вводится осозгарантии для россиян предпенсионного возраста. С 1 января вступит в силу закон о повышении НДС с 18 до 20%. Также устанавливаются тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной базы для исчисления и 10% свыше установленной базы. С началом 2019-го в России начнут тестировать новый налог для самозанятых. Он затронет граждан, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Они будут платить налог от 4 до 6%. Эксперимент пройдет в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. С 1 января появятся невозвратные билеты на поезда дальнего следования. Их стоимость будет ниже обычных. Увеличится в новом году минимальный размер оплаты труда МРОД повысится на 117 рублей до уровня прожиточного минимума с 11 163 рублей до 11 280 рублей. А работодатели, оплачивающие своим сотрудникам турпутевки, с нового года смогут получать льготы. Эту сумму можно будет учесть в расходах при расчете налога. Льготный режим распространяется как на самого работника, так и на членов его семьи. При этом лимит расходов не должен превышать 50 тысяч рублей на человека. А турпутевки должны приобретаться только на российские курорты. Вступает в силу с 1 января и закон о содействии инвалидам в трудоустройстве. Теперь служба занятости обязана оказывать им индивидуальную помощь при трудоустройстве, формировать маршрут передвижения от дома до работы. В свою очередь работодатель при необходимости должен назначить наставника, который поможет инвалиду освоить работу. С 1 января 2019 стартует первый этап реформы системы обязательного автострахования. Так изменится базовый тариф полиса. Минимальная ставка для легковых автомобилей составит 2746 рублей, а максимальная – 4942 рубля. А еще с 1 января дачники станут садоводами. Исчезнут дачные товарищества. Теперь все загородные участки будут делиться на огородные и садовые. Первые предназначены для выращивания урожая и хозяйственных построек, а на вторых разрешается также капитальное строительство и прописка. Вступит в силу в новом году и закон о налоге на недвижимость. Он устанавливает запрет на увеличение суммы налога на имущество, которую рассчитывают из кадастровой стоимости более чем на 10% в год. А вот один налог с 1 января будет отменен на движимое имущество для предприятий. Еще с нового года заработает новая система обращения с твердыми бытовыми отходами. Субъекты должны разработать территориальные схемы обращения с отходами и назначить региональных операторов. Что касается штрафов за нарушение ПДД, то их начнут зачислять в региональные дорожные фонды. За счет этих денег будут ремонтироваться дороги. С 16 января вступит в силу изменения в миграционном законодательстве. Так, российские работодатели, которые являются принимающей стороной, обязаны следить, чтобы их иностранные работники соблюдали цель въезда в Россию и вовремя ее покидали. В противном случае их будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. Система единого скипаса сегодняшнего дня заработала в Сочи. Пока это касается курортов Красной Поляны, Роза Хутор и Газпром. Решение о создании единого скипаса, то есть билета на канатную дорогу с правом спуска на лыжах, на горнолыжных курортах Сочи было принято еще в январе 2017 года председателем правительства России Дмитрием Медведевым. По его поручению руководство курортов Красной Поляны разработало и реализовало механизмы внедрения единого электронного носителя для посещения трасс на склонах всех курортов горного кластера. Наконец, опыт мировых горнолыжных курортов применен и в Сочи. Первые продажи идут, есть спрос, отмечают представители курортов. Гостям на выбор предлагается несколько тарифов в зависимости от периода использования. Разовы со сроком действия один день, сезонный абонемент с момента открытия и до окончания горнолыжного сезона на одном из курортов и абонемент на несколько дней от двух до семи. Осочинские полицейские перед усиленными дежурствами посетили своих маленьких подопечных. В рамках ежегодной всероссийской благотворительной акции МВД «Полицейский Дед Мороз» сочинские правоохранители провели в городе ряд масштабных праздничных мероприятий. Посетили школу-интернат номер два и дом ребенка, где организовали для детей концерты, конкурсы и игры с аниматорами. Помимо развлечений каждый ребенок получил сюрприз – сладкий подарок, спортивный инвентарь и раскраску, разработанную правоохранителями и общественниками. Также полицейский Дед Мороз вместе с сотрудниками ДПС отправился в патруль по городу. После того, как инспектор останавливал автомобиль, появлялся Дед Мороз и поздравлял юных пассажиров с наступающим Новым годом. Ребята читали Деду Морозу стихи и получали от него наборы конфет, а еще делали памятные фото. А в последние дни уходящего года в УВД поздравили детей сотрудников полиции. На концерте аниматоры не оставили без внимания ни одного ребенка. Все ребята получили сладкие подарки, а после их ожидал еще один сюрприз – салют. Новогодняя квест-ярмарка прошла сегодня в 10-й школе. Вместо обычных занятий – конкурсы и викторины, встречи с Дедом Морозом, Снегурочкой, Снежной Королевой и Карабасом-Барабасом. Причем у всех сказочных персонажей были уж очень знакомые ученикам лица. Сегодня в 10-й школе отменены все занятия по моему приказу Деда Мороза и проходит большая квест-ярмарка с маскарадом. Уже один тот факт, что уроки заменены новогодней игрой, привел школьников в особый восторг. А тут еще и Дед Мороз с подарками. Правда, чтобы их получить, требовалось выполнить задание. Назвать пять поэтов. Пять поэтов? Давай. На первом этаже в своей директорской резиденции принимал детей Дед Мороз, а в других аудиториях их ждали разнообразные конкурсы и викторины. За правильный ответ – вознаграждение. Учителя, родители, школьники, все в новогодних костюмах. Вот такой необычный, веселый новогодний урок в 10-й школе. И все, что дети заработали, участвуя в конкурсах, это монеты под названием «Морозка», они тут же тратят на сладости и выпечку. Постарались родители, новогодняя ярмарка получилась богатой на разные вкусности. У нас сегодня ярмарка, это сделано руками наших родителей умелых, дети принесли. Этажом выше со школьниками младших классов общалась «Снежная королева», еще выше «Снегурочка» и совсем не страшный карабас-барабас из золотого ключика Толстого под масками и нарядами учителя. Мне, когда я надел этот костюм, сказали, сделай глаза, пострашнее, а то уж совсем долго. В коридорах новогодняя суета, в классах попытка как можно больше заработать «Морозка» новую зимнюю валюту. Вопросы и задания самые разные на знании истории, литературы. Этот квест у нас впервые в школе проходит, и я бы хотела, чтобы у нас продолжался всегда, ведь это всегда очень весело, и очень много людей здесь собралось. Интересно смотреть на людей в разных костюмах, и очень весело. Воспользоваться новинкой, новогодней квест-ярмаркой и проводить познавательно-развлекательные мероприятия в канун Нового года могут все школы города. Праздничный старт в одной уже благополучно дан. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Совсем скоро пробьют куранты, и президент России поздравит жителей страны с Новым годом. А сегодня с наступающим Новым годом и Рождеством сочинцев поздравил глава города Анатолий Пахомов. Дорогие сочинцы и гости курорта, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Для миллионов россиян это самые любимые, самые долгожданные праздники. В эти наполненные радостью дни мы не только строим планы на будущее, но и вспоминаем о самых ярких моментах года уходящего. В 2018 мы с вами снова подтвердили, что Сочи – это настоящая курортная столица России. Это город-праздник. Это город, способный удивлять и радовать миллионы гостей со всего мира. Но для меня, как для мэра, главным приоритетом в работе остается благополучие самих сочинцев. Весь год мы неустанно трудились для того, чтобы дальше улучшать городскую среду, развивать социальную инфраструктуру, повышать качество жизни наших уважаемых жителей. В уходящем году мы построили новую школу в Совет Кваджи и новый корпус к школе в Веселом. Детские сады в Лао и на Мацесте. Капитально отремонтировали детскую спортивную школу на улице Паярка и обустроили 48 новых спортивных и детских площадок. Открыли новый перинатальный центр, новую поликлинику для жителей микрорайона Светлана, два офиса врачей общей практики в селах Измайловка и Краево-Армянская. Капитально отремонтировали инфекционное отделение городской больницы в Лазаревском. Разбили новые скверы на КСМ, на Бытхе, в Блиново, в Головинке. Более 130 сочинских семей переехали из аварийного жилья в новые квартиры. Мы и дальше продолжим делать все для того, чтобы наш город оставался в числе лучших в России, а условия жизни наших жителей неизменно улучшались. Сегодня я хочу поблагодарить сочинцев за трудолюбие и оптимизм. Хочу поприветствовать и поздравить гостей курорта, которые встречают Новый год с нами в Сочи. Здоровья вам всем и счастья, мира и благополучия. Пусть в новом 2019 году все ваши мечты исполнятся. С праздником вас, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Наши новости все так же на нашем сайте fkt.com Смотрите нас и в социальных сетях Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Кабешия. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты Мика Бьюти и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты Мика Бьюти, макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok